Администрация Симферопольского района одна из первых на полуострове отпраздновала вторую годовщину присоединения Крыма к России. Вспоминали события 2014 года, устроили небольшой концерт и поблагодарили тех, кто встал на защиту республики. Своими мыслями герои Крымской весны поделились с нашими корреспондентами. У здания администрации Симферопольского района в честь второй годовщины присоединения Крыма к России торжественно открыли почётную доску. На ней лица тех, кто принял непосредственное участие в событиях Крымской весны 2014 года. Марк Заровчатский – один из этих героев. Рассказывает, два года назад ни минуты не сомневался, защищая Крым. И готов повторить подвиг в любую минуту. Сейчас есть костяк, который составляет народное ополчение. Он небольшой, но если будет необходимо, он обрастёт мышцами очень быстро. Все люди, кто был в народном ополчении, да и не только кто был, все, как и прежде, все встанут опять же на защиту нашей родины, республики Крым. В районной администрации сегодня поблагодарили жителей, которые боролись за свободу Крыма. Сейчас самое главное – сохранить и передать историю детям, такой, какая она есть. Уточнил председатель Симферопольского райсовета. Это мероприятие очень важно как для тех, кто участвовал в них, так и для молодёжи, которая растёт, которая должна понимать, что такое патриотизм и воспитываться на этих ценностях. Одной из причин, по которой полуостров принял своё решение о присоединении к России быстро и уверенно, вице-спикер Андрей Казенко называет «единство крымского народа». И если ещё два года назад крымчане жили лишь надеждой на лучшее, сегодня каждый может быть уверен в завтрашнем дне. Сегодня Крым имеет все шансы и перспективу развиваться. Вот это очень такое, знаете, внутреннее тёплое чувство, что мы на родине, что мы в Крыму для своего государства родные. С мнением депутатов, чиновников и ополченцев солидарны и жители района. В преддверии одного из самых главных и молодых праздников страны они искренне поздравляют друг друга. Рада за то, что мы с Россией. Мы долго ждали этого. Моя мама Ленинградка. Я приняла Крымскую весну на генетическом уровне. Ну что могу сказать? Я за всех рада и за себя тоже. Спасибо вам большое. Спасибо Путину за то, что он нас просто спас. Погода Крымской весной нередко бывает переменчива. С утра в Симферополе шёл снег, а в обед уже светило солнце. Но выбор, который два года назад во времена Крымской весны сделали крымчане, навсегда остаётся неизменным. Мария Красновицкая, Иван Ковалёв. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова